Мы находимся на улице Шмидта в Улан-Удэ. За последние 80 лет здесь мало что изменилось. За моей спиной маленький домик. Когда-то его половину занимала семья Вовы Сафронова. Сафронов так ведет поединок, что многие удары за Сухина идут мимо. Сафронов по достоинству назван чемпионом. Он играл здесь с друзьями, ходил к ближайшей колонке за водой, дрался, влюблялся. И никто тогда, даже он сам, и не подозревал, что его ждет мировая слава. Не только слышала, но еще и читала. У меня еще и книжка есть. Вот. Ну, первый олимпийский чемпион. Что тут скрывать? И каждый должен боксер, хотя бы даже в Бурятии, это знать. Не только первый олимпийский чемпион, который в Бурятии, да, а тот, который именно Советского Союза первый олимпийский чемпион, который, будучи совершенно чуть ли не КМСником, да, перворазрядником, поехал на Олимпиаду и каждому бою, побеждая нокаутом, да, добился олимпийской медали. Во-первых, он технарь. На один удар отвечал обязательно два-три удара. Хорошо уклоняется, меняет углы, то есть здесь отошел, угол поменял. Поразило то, что он чисто подземпельменский подошел и сопернику помог подняться. С Володей я познакомился в 1956 году. Нас пригласили на сборы, к Олимпиаде в Мельбурне. 50-е, 60-е годы – эпоха небывалого подъема нашей страны. Из послевоенной нищеты и разрухи мы шагнули прямо в космос. И так было во всем, в том числе и в спорте. Хочу таких побед на Сафронова, на Олимпиаде. У нас же в Бурятии бум-бокс был. Как здесь в Москве говорили, в Улан-Удэ палкой кинь – в боксера попадешь. У нас есть олимпийский чемпион Сафронов. Первый олимпийский чемпион, причем из СССР. Я считаю, что это достояние, это великая честь, что у нас такие талантливые боксеры были когда-то. Мы решили закончить нашу историю именно здесь, чтобы показать, что успех – это не везение, а труд и стойкость. Дерзайте, пацаны, и никогда не сдавайтесь. Откликс Продолжение следует...